Изменения в школьной программе для младших школьников. Что это? Облегчение или путь к оболваниванию населения? Педагоги, медики, психологи рассказали о нововведениях, которые вступили в силу с 1 сентября этого года. Отныне в младших классах отменили домашнее задание, технику чтения, а также оценивание знаний. Как это облегчит учебный процесс, расскажут наши корреспонденты. Вместо домашнего задания – отдых на природе и физические упражнения. В новом учебном году в связи с реформой образования в начальной школе ученикам не будут ставить оценки в присутствии их одноклассников. Кроме этого, отменили и технику чтения. Отныне школьники осваивают азы осмысленного чтения. Даже самый сильный по способностям ребенок уже не охватывал, даже если он работает больше положенного времени, над домашними заданиями. В школе это уже была перегрузка, и медики об этом уже несколько лет, десятков лет говорят, что пора разорвать школьные программы. О том, что программу начальных классов разгрузили, по словам педагога, должны знать только родители и учителя. Для детей учеба в школе должна остаться все тем же процессом осваивания знаний, которые пригодятся им в жизни. Сейчас в наш век такой, да, стремительной жизни на первое место выходит все-таки не заучивание, запоминание информации, а способность ребенка быстро и в нужном месте ее найти. И, конечно, чем более он будет активен, чем более он будет физически развит и счастлив в своей семье, имея хорошее отношение с родителями, имея правильный режим дня, правильное питание, возможность поиграть. Я считаю, что в данной ситуации эта реформа для нас, как для педиатров и для нас, как для наших детей, однозначно позитивная. Отметим, что медики и педагоги к реформированию системы образования относятся положительно, в то время как психологи и некоторые родители считают, прежде чем делать выводы, стоит проанализировать уровень знаний детей после первого полугодия. Я рассматриваю данный проект как революционные изменения, потому что они затрагивают закономерности развития ребенка. И когда речь идет о судьбе ребенка, то нельзя легко и просто говорить о техношествах. На данный момент в Министерстве образования создана рабочая группа, члены которой разрабатывают упрощенную программу обучения для средней и высшей школы. Скорее всего, уже в следующем году ее внедрят в украинские общеобразовательные учреждения.